Аура. Социальная сеть Яндекса. В 2019 году. Что это? Запоздалый хайп? Или может быть новый бизнес-тренд? Мне кажется, что второе. И сейчас я расскажу вам почему. Странная штука. Казалось бы, эпоха социальных сетей уже позади. Изобрести новую социальную сеть практически невозможно. У нас уже есть огромный фейсбук, огромный контакт, одноклассники. Была социальная сеть даже у гугла. Гугл плюс. Но не так давно гугл сдался и сказал, что ну нафиг, не хочу этим заниматься. Так чем же занимается Яндекс тогда сейчас? Зачем они решили делать новую социальную сеть сейчас, когда, казалось бы, у этого нет уже смысла никакого? Давайте подумаем. Онлайн-платформы, социальные сети, всегда в прошлом были необходимы для того, чтобы установить гегемонию компании онлайн. Фейсбук, который командует мыслями миллионов людей онлайн. Онлайн, заметьте. Понятно, что тягаться опять с фейсбуком будет тяжело. Во-первых, потому что фейсбук огромный. Во-вторых, потому что у фейсбука сейчас много проблем из-за этой онлайн-гегемонии. Я подозреваю, что то, что хочет сделать Яндекс, касается офлайна. Знаете, вот если мы просто зайдем в ауру, во-первых, что мы сразу увидим? Мы сразу увидим, что нужно загрузить фотографию. Причем фотографии не абы какую. Если вы попробуете загрузить фотографию, например, котика, или какую-нибудь абстрактную картинку, у вас ничего не получится. Вас попросят загрузить новую. Нужна фотография человека. Пока что еще вы можете загрузить какую-то фейковую фотографию человека. Но в дальнейшем, я думаю, и это будет отсеиваться. Вообще нужна ваша фотография. Зачем? Чтобы отсеивать всяких неадекватных людей. И чтобы адекватным приходилось следить за словами больше, чем они следят в обычном общении онлайн. Фотографии очень здорово избавляют от хейтерства и увеличивают качество общения. И даже сейчас, если посмотреть на комментариях в ауре, все пишут, какая аура ламповая, как здорово там всем общаться, как дела, какие все добрые. Я думаю, что это связано не только с тем, что идет бета-тестирование и людей немного, но еще и с тем, как люди отбирают. Второй пункт. Когда вы заходите, вы увидите нечто подобное Тиндеру и Инстаграму. Тиндер – это отличная платформа, отличный инструмент для общения людей оффлайн. Вы подбираете друг друга по интересам, по внешнему виду, по общему впечатлению, которое производит на вас фотография человека. И мы заметим, что фотография настоящая. А кроме того, умные алгоритмы машинного обучения подбирают человека, близкого вам по интересам. Конечно, с таким человеком вы с большей вероятностью захотите общаться, встретиться и что-то обсудить вживую, а не переписываться. Третий пункт. Это то, что когда вы пишете свои посты, у вас есть возможность таргетировать посты на узкую группу людей с определенными интересами, либо на людей вокруг вас, люди рядом. Соответственно, чтобы вы могли с этими людьми встретиться очень быстро и обсудить то, что вам всем интересно. Четвертый пункт – это сами посты. Посты сделаны в формате, опять же, Тиндер, Инстаграма, когда вы берете и листаете, свайпите в разные стороны посты, а не прокручиваете ленту очень быстро руками. Что это означает? Это означает, что вы больше времени тратите на один пост, потому что свайпить дольше, чем прокручивать. И вы тратите больше внимания на пост. То есть, получается, постов вы посмотрите меньше, но качество вашего внимания будет выше. Это опять же очень важно для общения людей на более глубоком уровне, которое необходимо для восстановления отношений офлайн. Ну и, наконец, Аура – это часть общей платформы Яндекса. Вам даже не нужно ставить отдельное приложение для того, чтобы воспользоваться Аурой. Все будет там же, рядом с Дзеном, с новостями и всем прочим. В общем, идеальный вариант. Вы познакомились с группой людей в Ауре, договорились встретиться, сели все в Яндекс.Такси, приехали, заказали себе Яндекс.Еды и обсуждаете футбол, машинное обучение, либо что бы то ни было. Кажется, что подобный формат – как раз то, что интересует Яндекс в дальнейшем. И понятно почему. Потому что, как мы видим уже на примере кучи других компаний, выйти в онлайн сейчас не так уж сложно. Закрепиться онлайн так, чтобы тебя не сместили конкуренты, гораздо сложнее. А вот закрепиться офлайн еще сложнее. И стать крупным офлайн игроком в каком-то направлении, в каком-то бизнесе – это очень-очень сложно. Что для нас это означает? Ну, во-первых, это означает, что напарников по футболу и по лыжам мы теперь будем искать в Ауре. Ну и второе, то что начинается большая тенденция бизнеса, перехода его из онлайн в микс. Онлайн и офлайн. В дальнейшем, когда мы строим бизнес, мы не сможем рассчитывать только на онлайн. Нам придется офлайн учитывать. Крупные игроки уже это делают. Через пять лет это придется делать всем. Расскажите, что вы думаете. Согласны ли вы с моей точки зрения? Или вы думаете, что это полная глупость? И вообще, Аура нужна не для того. А может быть, Аура вообще ни для чего не нужна? Это глупейшая идея 2019 года? Поделитесь в комментариях. Буду рад вашим мнением. Ну и, конечно, подписывайтесь. До связи!